Доброе утро, сегодня мы поговорим о такой исключительной группе, но такую игрушечную группу, потому что на самом деле рандинговые отношения все еще классические. Например, если взять примерное представление и нарисовать вот такую вот диаграмму, так сказать, как писаться в ней, то эта диаграмма будет еще цепочкой, классической. В этом смысле она все еще классическая, это на самом деле играет некоторую роль. Давайте начнем с определения, как определить шедло. Есть разные, конечно, способы, но один способ такой. Возьмите просто семейное пространство, возьмите на нем триллерийную кососиметрическую форму. Значит, триллерийную кососиметрическую форму. Значит, ну, раз я сказал форму, то надо написать СССР, и, в принципе, звездочку он может играть, но он не играет. А вот, значит, ну и возьмите здесь просто другую форму. Ну, просто ну так. Вот. Ну, тогда, значит, стабилизатор в СССР. Атоме это СССР. Вот, конечно, может совсем не повезти. Вы могли, например, взять, скажем, любую форму или еще какую-то. Вот. Но, на самом деле, уменьшается, что просто есть открытая. Значит, плотная открыта, что СССР действует на вот этом вот просканстве с открытой плотной открытой. А вот, ну и стабилизатор точки это СССР. Если вы возьмете разные точки, получите, значит, ну СССР, которые будут сопряжены внутри жизни. Вот, стабилизатор G2. Ну, можно разминуть отсюда посчитать. Значит, какая разминуть этого пространства? 7 на 6 на 5. Делить на 6 на 35, да? Значит, разминуть G с теми пусками G. Вот. Вот. В то время на 35 это 14. Это нужно 2. Это 2. Это 2. Это 4. Ну, конечно, конечно, можно сказать, что можно взять почти любую форму, но хотелось бы какую-то конкретную фиксировать, да, чтобы какие-то вычисления не могло проделывать. Вот. Ну и есть другое описание G2, в принципе, тесно связанное. Значит, другое описание G2, вот она использует октаву. Ну, наверное, все слышали, значит, что вот есть существенное число, да, есть комплексное число, вот есть спутермионное. Вот, значит, ну и многие, наверное, слышали, что можно продолжить эту последовательность. Вот, есть октавы. Вот, это все еще алгеброизделение. Алгеброизделение, но уже не ассоциативное. Не ассоциативное. Значит, там слабая форма ассоциативности выполнена. Любые два элемента порождают ассоциативную подалгину. Рождают ассоциативную подалгину. Вот, ну а если мы отрежем три элемента, то ассоциативность вообще двое не будет. Вот, значит, ну и поскольку она не ассоциативная, то дальше, конечно, можно формально продолжить последовательность, да, нарисовать что-то 16-мерное, но это уже должны быть долгимым изделением, поэтому это не так интересно. Ну, находятся в них какие-то приложения на граммах, так сказать, содержательные деятельности обычного действия. А вот, так вот, значит, ну и теперь можно просто, значит, G2. G2 – это просто автоматизм. Этиалык. Вот, ну это если мы вещественную форму рассматриваем, то это все надо компенсировать. А вот, значит, да, ну и отсюда можно вычленить описание, значит, описание вот этой формы, да, трилинейной, симметрической. Значит, размеры все восемь. Вот, но, значит, единица-то долгать, конечно, при автоматизме, да. Значит, ортогональное дополнение к единице, да, это вот чистая октава. Значит, ортогональное дополнение к единице, значит, это семиммерная штука. Семиммерное пространство. Вот, ну и точно так же и как для квоттернеонов, значит, ну, квоттернеонов как бы… Так сказать, вот это интересное историческое замечание. Вот в конце 19 века, например, не было понятия скалярного произведения и векторного произведения. Как ни удивительно, оно появилось очень поздно. Выражение скалярного произведения и векторного произведения. Вот, и на это есть некоторая причина. Дело в том, что квоттернеоны были изобретены даже достаточно рано. Вот, и квоттернеоны включают в себя и скалярное произведение. Если вы нажали эти два квоттернеона, то что получается? Ну, я взял, да, в общем, большинство. Да, то есть иногомерное что-то, это иногомерное. Значит, получается минус со скалярным произведением плюс всех. Вот, значит, и в классических книжках во всяких. Использовались по фернионам вместо векторного произведения. Вот, значит. Ну, соответственно, а мы ту же самую формулу, теперь, ну, это, так, и в этой ситуации, да? Вот. А мы ту же самую формулу используем для семимерной ситуации, да? Да, если вы взяли эти квоттерныоны, то, наверное, это не очень понятно. А, нет, ну, в принципе, в принципе, что, значит, на этих квоттернах есть ограниченная форма, да? Значит, на семимерном пространстве, ну, давайте V его обозначим, значит, на V есть, ну, уже два инвариантная квадратичная форма. Ну, вот, соответствующая беременность. Вот, поэтому V замок на V созвездочке, кстати говоря, как представление G2. А вот, значит, ну, хорошо. Вот, а есть еще, значит, а есть еще вот такое вот векторное поведение. Вот, еще есть, еще есть, значит, два инвариантное и сведение и сведение на V. Вот, ну, естественно, как бы теперь его можно при желании, помните, перегасывание индексов, да, по подъему пускай индексов, при желании вы можете этого перегласить сюда и получить как раз вот эту трилинейную форму, да? Чтобы сюда можно при желании получить трилинейную форму. А вот, значит, ну, нам удобнее будет, на самом деле, иметь дело не с трилинейной формой, а вот именно с сопутствием. Вот, ну, то есть можно иначе говоря, значит, вот это вот описание виталийно-пансионерной аутики, да, но, в общем-то, единица нам только мешает, да, потому что она и так всегда сохраняется, поэтому не за чем ее таскать. Ну, и более того, семиммерное представление G2, конечно, будет приводимым, да, в принципе, не все распространяется, поэтому это приводимое представление, но оно получится неприводимым. Вот, а вот семиммерное, значит, неприводимое представление G2, значит, G2 тогда можно определить просто как автоматизм, значит, ну, все линейные преобразования V, сохраняющие эту квадратичную форму и вот эту предвиду. Вот, ну, более того, значит, можно даже это задать и психоматически. Вопрос, Пуся? Скажите, сказал К2, В равно, это, вы знаете, треонион? Это то же самое верное, я бы сказал, что это верное, но, то же самое можно сказать и прям там. То есть это просто на определение правой части, только говорим. Если вы перемножаете в 2 чисто-кактавы, то у вас вылетает какой-то скаляк, и чистая часть будет обозначена. Вот этот тестик, на самом деле, ведет себя в похожем образе, как обычное металлическое произведение. Давайте мы его сейчас напишем. В любое пространство, снабженное какой-то бельминной формой. Это будет симметрическая бельминная форма. И снабженное крестиком. Значит, крестик, то есть V, V, V. Ну, значит, называется полилиния. Бельминная форма. Умножить. Вот. Ну, и все, значит, это все в атаке. Во-первых, все в атаке. Во-первых, все в атаке. То есть оно антисимметрично. Второе, что, значит, X крест Y X равно нулю. Вот. Ну, то, значит, хорошо я, как бы, хотел, то вот здесь вот в таком угрожении узнает просто определитель, да? Значит, и если определитель два ставца совпадает, то равно нулю. Вот. Ну, это с точки зрения категорного пространства это определитель. Ну, вот, оказывается, значит, для отказа будет тоже сам. Уже нет интервитации преступления определителя. Вот. Но это как бы утверждение, это как раз утверждение ровно то, что если вокруг вот эту вот формулу, если, значит, вы сделаете там поднимание индекса и получите вот эту вот формулу, то она, значит, антисиметрична во всем изменениям. То есть как раз вот эта вот антисиметричность неудивительного свойства, а вот третье свойство очень более удивительное, значит, x крес y равняется, значит, x x y минус, ну, вот тут антисиметричность написана x и y, конечно, можно было написать, что x y подойдет. А вот, значит, ну, можно проверить, ну, конечно, упражнение на свойства для обычного векторного произведения, но в целом нет. А вот, ну, даже, наверное, у него какой-то геометический смысл есть, да, значит, что вот у тебя два вектора, значит, векторное произведение это там площадь какого-то параллелограмма, да, что-то такое. вот, ну, вот, и площадь параллелограмма, может, веки как-то, значит, вот, посчитано гигантспортно, когда нельзя определить себя. Вот. А, длина век, ну, по себе. Вот, значит. Хорошо. Так вот, ну, режима, оказывается, это тоже выполняется. Конечно, не от проекта, но вот выполняется. Вот. Ну и более того, я задаю вопросом, как бы, а вот хорошо, вот у нас есть, скажем, просто реакторное пространство с такими вот операциями и с такими ходами. Ну, сколько таких переводится в ходе? Ну, и сейчас, там, и как-то мы не делаем с какой-то, да, то есть, мы, скажем, про это, то, что, наверное, мы не можем сделать это, мы не делаем. А вот, значит, ну, вот, оказывается, вот, 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 вот эти кучи, которые я перечислил. Вот это два кучи. Значит, если у вас дефектное пространство с таким наборным чтём, то это либо клапарнионы, ну, вот, с векторным произведением, обычным, да, получается, или чистые клапарнионы с векторным произведением, либо чистая артала, вот, 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 так, или, там, здесь есть. Есть протобиозы. Что это? Чистые клапарнионы, либо чистые артала. Вот, то есть, какие из этого, это, на самом деле, вот, только, естественно, там, со всякими эталями, типа, теоремы губиц, а, в принципе, значит, алгебестелением, как бы, алгебестелением, как бы, алгебестелением, должно иметь губиц. Ну, вот, это такое вот. Такое вот. Такое вот. Увидели, что там, да, мы увидели, что там, помимо, значит, помните, в прошлый раз у нас было просто инвариантное беременное произведение, да, значит, либо симметрическое, либо просто симметрическое. Вот. А сейчас у нас ещё такой вот интересный инвариантный центр добавился, да. Вот. Ну, теперь давайте, значит, давайте теперь попробуем воспроизвести то, что было в прошлый раз. Вот. И, естественно, сейчас у нас было некое инвариантное осложнение, вот. Но второй центр осложнение, это будет становиться картинкой более точнее. Вот. Давайте просто просто пытаемся придумывать категорию. Значит, что мы хотим? Мы хотим, значит, теперь, да, мы хотим, ну, во-первых, им посчитать интермортизмы, значит, Ш2, УСВ, вот это вот самоуэйский, нервное, на самом деле. Ну, на самом деле, у меня есть разные способы это делать, в принципе, вся эта наука красивая диаграмма, у меня не обязательно её используют, для других способов. Вот. Ну, вот мы, а мы всё-таки сделаем диаграмму. Значит, давайте теперь придумаем, ну, то есть, придумаем категорию какую-то, значит, какую-то категорию, которая будет отображаться в категорию, значит, два представления. Да, ну, то есть, опять же, мы хотим, значит, категорию, в которой объекты – это просто, значит, натуральные числа с нулём. А вот, значит, ну и хотим какой-то пунктор, который бы, значит, вот эту штуку перевёл как раз в этот загнат. – Вот. Ну, поскольку у нас есть, значит, на первой лекции мы объяснили, что всегда есть перестановки, да? То есть, в качестве одной из централизующих не надо взять вот это вот, то, что в прошлый раз сначала просто появилось большое. Вот. Значит, x – это просто нулая перестановка коробинар в центр мг. Ну, нет, а при вот этом пункте она появилась в перестановку коробинар в центр мг. Ну, и есть у нас, значит, инвариантная биринейная форма. Из-за этого у нас наоборот вот такая штучка должна быть. Вот такая штучка – это, значит, нормальная биринейная форма. А вот эта штука – это элементы земли. Значит, тут пока причинены заходят. Это, грубо говоря, ну вот G2 вкладывает с собой 7, да? Сейчас сохраняет биринейную форму. Ну, по крайней мере, 8-7. Ну, на самом деле даже был структивный, не ладно. Вот G2 вкладывает с собой 7. Вот. Ну, естественно, если у вас какой-то гензор еще 2 инвариантный, то он такой мимомотивный инвариантный, да? Ну, а теперь мы видим, что у нас еще что-то более интересное появилось, да? Что раньше не наблюдалось. Вот раньше, кстати, помните, у нас N плюс M должно было быть четное. А вот тут видно, что не совсем так. А вот. Ну, значит, надо добавить еще одну. Пусть мы не режем стучки. Ну, а дурить. Значит, надо добавить вот еще такую стучку. Ну, и вот такую. Вернее, начать надо было с этой, наверное. Значит, вот это, как мы с ними делаем, это вот как раз вот это вот ображение. Ну, это, например, в инвариантах. Вот. Вот. Она принимает два входа и выдает один выход. Да? Вот. Ну, на самом деле, тут важно, значит, что тут важно? Ну, казалось бы, тут важен порядок входов. Да? Потому что, ну, что-то не семидрично, а семидрично, да? Значит, если мы, давайте нам напишем, мы, значит, переставим входы, да? А вот эта штука, что значит, я переставил входы, значит, я взял два чистых, две чистые октавы. У вас получается, нет, нельзя не чистая, да? Вот эта штука, которая компонента, значит, она переменена по углу, естественно. Ну, это, как бы говоря, свет произведения. Ну, там, одна вторая отсвета по интеллекту. Да, мы умеем перенажать октавы, а если мы перенажаем чистые октавы, то вытекает два полагаемых. Одна отличительная октава, так что в этом смысле мы умеем перенажать. А вот, а другой слагаем – это скаляр. И вот эта скаляра дает вам ингредиантную делинейную форму. В у меня, да, я это вот здесь вот написал, но, может быть, плохо вслух произнес. Значит, В – это у меня всегда вот это вот семеймерное пространство, артогональное дополнение к единице. В – это не любое представление. В – это не любое представление. В – это именно вот это семеймерное представление G2. В – это не любое представление G3. можно ли у вас нет вот этих штук можно ли восстановить ну каком-то смысле можно что никакой другой естественно поскольку представление не понимает то никакой другой инвариантов полный минус так вот так вот так вот ее прямо выводить нельзя а вот я еще должен добавить а значит порядок существенный вот на самом деле поскольку форма соответствующая форма антисимметрично поэтому вот эти две картинки как бы меняются на ориентация вот это просто ну вот если у вас есть изображение у вас изображение а с другой стороны ваша патриотичная футбол а значит ну вот это да это вот изображение но это просто вот сначала напишите из-за страницы 4 вот но вырезанновка высоты 4 и резанновка вырезанновка вот такой вот а наша треформа она как чуть другая картинка но она как по улице ну вот так вот так вот так вот ага да вот значит Ну вот это как раз это вот, я как раз прицел вот это вот с этим вот с этим вот. Так, ну вот, значит, получается, я не знаю, что я не знаю, что образующими соотношениями зависит. Я просто скажу, что получившиеся категории, они «сходная» как бы. И «сходная» категория, она как бы и раньше совершенно возникала, значит, она называется по-английски категория вот «Церго», ну, да, по-английски, я не знаю, плетение, я не могу говорить, категория «Строфор», «Строфор», «Строфор». Ну, хорошо. В английском террике. Ну, она, естественно, там, в истории у «Докра» или в такой вот, именно маломерной топологии. Вот, ну, а единственное, конечно, надо с ней потом что-то ещё сделать будем. Надо еще добавить соотношение, которое фактически реализовало. Помните, у нас там какая-то последняя акцема была такая, что это невероятная, и, ну, конечно, произвольно-экологического смысла такого, глубокого анонимия, это просто какая-то дозволовательная акцема именно для ЖИБА. Общее правило такое, что если вы просто рисуете картинки и переменнадаете в картинке, да, и сделаете всякие там, ну, на топологическом интикете называется сезотопия, да, а значит, по-русски ну просто перерисовываете картинку более ровно, да, вот, то, значит, ответ у вас получается правильно. Это штука или те же, это вот такие технологические информации. А мы, или, а мы, или другую на полу, то, это будет та же самая картинка, то же самое на письме. Вот, ну давайте я пример приведу, значит, что в принципе бывает. Вот, скажем, значит, из шпиля в 7, вот я могу нарисовать что-нибудь такое. Вот здесь шпиль рисует, в общем, значит, так, 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 значит, здесь так, так, а здесь так, 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 так. Цикл у меня какой-то может болтаться, вот посередине, пожалуйста, так и так. Вот, значит, вот анализ, значит, здесь 4 идет в 7. Вот, ну, значит, вот в этой категории вот такие вот свободно-балывающие циклы разрешаются. А вот, ну, естественно, потом и кристалин, потом, как всегда, значит, одно общее правило в этой науке такое, что видишь кружочек, замени его на размерность пространства. Вот, ну, потому что на самом деле кружочек, это вот что-то типа, значит, свет от личного оператора. А вот, а свет от личного оператора это размерность пространства. А вот, ну, пока что мы разрешаем кружочками, ничего с ними не делаем. Да, ну, естественно, мы разрешаем, опять же, линейные комбинации, как раньше, мы разрешаем линейные комбинации таких-то вот. Вот, ну, давайте теперь, значит, кумуливаем аксиум именно специфическое. Значит, аксиум, она не то, что специфическая, мы ее уже кумуливали, вот такая вот вот. Ну, все, ну, вот при смене ориентации, как бы, на 5 минут. Вот, ну, есть более интересная аксиума, да, значит, ну, вот еще, я бы сказал, ну, давай, что мы будем делать вот этот объективом, значит, что, а вот такая штука, значит, обознается в ток, у меня будет такая, что вот эта штука разносится. Ну, все, например, размерности, как бы, ну, это не ноль, да. Вот, значит, это размер суда страны. Вот, ну, и вот, я думаю, что это еще разношение, которое провожу, что-то лимограмма, как это выглядит. Ну, вот это самая интеграция, как и нет, но для людей, но у них может больше нечаяния, но у них есть такие мобороны. Значит, я его где-то вытушу, если я попытаюсь его стереть, но мне не давайте, потому что оно мне понадобится еще. Значит, соотношение такое. Ну, вот, опять же, я вот какие-то штуки перерисую, значит, круглыми, какие-то штуки рисую ломанными, это все не играет в графоголевстве, это, значит, всякие антопологические деформации дают то же самое. Поэтому вот эта штука, хоть я и так полкругом и нарисовал, на самом деле, это просто комбандист 2-го года, вот это, значит, плюс, минус 2, плюс вот такое, и плюс вот такое, равно нулю. Нулю, именно нулю. Вот, значит, оказывается, что в данном случае, кстати, без всяких сюрпризов, если категорию, значит, если категорию, значит, профакторизовать по, ну, профакторизовать в каком смысле? Так, сюда, тенсорный идеал, да? То есть мы много чего решаем, мы решаем брать композиции, мы решаем брать тенсорное произведение. Значит, профакторизовать по вот этим двум максимумам, по этим двум соотношениям. Ну, а то поразменность, ну и взять коррупизацию, да, потому что, как я уже говорил, значит, ну и, конечно, неверно, что любое представление получается какое-то такое, но любое представление сидит на таком. А вот, значит, по этим двум соотношениям, значит, взять коррупизацию, а вот, то, значит, получится просто, то получится категория представлений G2. А как он не боялся, а любое представление? Значит, ну, совсем простого, ну, ведь категория G2 наметная есть, грубо говоря, значит, смотрите, на самом деле есть. Значит, именно G2. Дело в том, что это G2, ну, как я уже говорил, поскольку, значит, она почти классическая, поскольку у нее, например, это представление, там, значит, порядок на местах и просто цепочка, да, линейная. Вот. На самом деле, значит, грубо говоря, с представлением G2 присутствуются просто диаграммы Минклука, но только, как всегда, с каким-то условием. Диаграммы Минклука высоты не больше чем в G2. Да, вот, да. Пока что это, значит, не то, чтобы такое заступное удовлетворение, да, вот, два фундаментальных предсторония, логично, да. Вот, значит, но формула для ценного произведения вы сможете просто вот при помощи штуки как-то вывести и делать. Значит, и просто вот обычного правила этого удовлетворечиться, она, естественно, там появится пиратность, значит, вот я сейчас к ходу прямо не скажу, как это делается. Вот, но в принципе, то есть, как бы, если просто наклевать, то, наверное, выживаясь в составе кремлера, что любое получается как слабаемое, иногда все наклевать, вот, но другая, можно сказать, что источник предоставленностей, а представление G2 перемножается так же, как представление просто эфирики. Вот, и другую говорю. Ну, я, может быть, чуть-чуть наврал, как бы, не вреди даже набрал, но, значит, но, в общем, в целом, примерно... А вот, хорошо, значит, сейчас, знаете, она поднялась. Не, ну, если, да, это, если бы, попроста, да, важное значение, ну, значит, да, тут нет, тут нет такого, мы можем говорить, как поможем, попросить, потому что мы добавили в театру всех, и урагизация, значит, да, давайте, да, давайте, да, давайте, значит, это, да, давайте, урагизация, да, значит, А колобизация это разносно, если у вас есть C, то есть можно складать на архиве. Ну, может быть, еще прямая сумма есть там. Значит, аддитивная категория, то есть общая конструкция под названием колобизация C. Значит, это следующее. Объекты у нее, это пары, значит, из объекта X, объект C, и P, значит, P отображение из X в X со свойством P, а композиции 2 равно P. Ну, по композиции 100. Вот, то есть, да. Ну, а маркетизмы, значит, угадайте, какие, но они должны быть в них кинозы только выбирать. А вот, значит, маркетизм и маркетизм в условной категории, что там какое-то вагон. Вот, ну, оказывается, вот этот экономический способ добавить, ну, с этой яркой цепной. Вот, то есть, грубо говоря, если у вас вы в условной категории, если, грубо говоря, то есть, что значит, любой обучатель, прям, салгарм. Что значит, димо, салгарм? Салгарм, значит, вы предъявляете какой-то биомпатент вот здесь. То есть, утверждается, что, значит, в этой категории, значит, любое представление, но, конечно, оно не может быть записано просто, как бы, объекта такого нет, но зато есть вот такой вот объект, наверное, днем и биомпатент такой, Образ этого и домпатента – это как раз наши неприятные представители. Необязательно неприятные представители. Хорошо, да. В таком виде, значит, это Бенкарт и Эль-Дулько. Ну, я по-английски напишу, потому что все, ну, кстати, по-английски, если углубить, то… Вот, но они существенно используют при этом предыдущие результаты Путербергера. А, вот, значит… Примерно год? Примерно, ну… А, тут написано, значит, 24 июня 2016 года. Вот, ну, на самом деле, это, может быть, не самое… Ну, то есть это функционирует эта штука. Ну, вот, кстати, Кутербергера, прайс, может быть, перевесить назад. А, вот, так, значит… Ну, давайте тогда порисуем какие-то соотношения. Значит, да… Ну, я не знаю, потому что… Потому что… А, вот, пройдет, достаточно небольшое жунищество, потому что она все-таки… Значит, смотрите, зачем мы это все придумывали? Мы это все придумывали, чтобы доказывать первую фундаментальную теорему теории вариантов. Да? Вот, к сожалению, это доказательство этой теории используется уже известная первая фундаментальная теория теории инвариантов для ЖЭК. Теория инвариантов для ЖЭК. Ну, как бы это все… Полноопредел. Вот. Это некрасиво. Значит… На самом деле, можно, наверное, как-то переписать это, чтобы… Ну, как бы не использовать, так сказать, чтобы поручной круг выглядит. Ну, это не поручной круг, конечно. Потому что, значит, инварианты были известны. Ну, давайте, кстати, да… Значит, смотрите. Ну, вот у меня… Ну, вот, у меня… Значит, эндомартизмом… ВМ, да? Ну, в принципе, это можно переписать. То есть, мы хотим посчитать какую-то некрасивную информацию, да? Вот это мы хотим посчитать. А вот… Ну, на самом деле, ну, что это значит? Что это такое инвариантное обеспечение? Ну, вот, на самом деле, просто элемент… Ну, если мы не заморачиваемся с тем, как… То, поскольку эндомартизмом осознанется, ну, да… Ну, поскольку эндомартизмом осознанется, ну, поскольку эндомартизмом осознанется, это просто элемент вот такой штуки, да? Я имею в виду, я имею в виду сервис, это просто, перевязываю, потом возьмем инференцию. Энтоматизм, вот этот антимагент, вот этот антимагент, вот этот антимагент, вот этот антимагент, поскольку это самозвучительное, замок нам статут. А вот, ну, вот этот антимагент. Ну и теперь, пожалуйста, я возьму все эти варианты, и поэтому можно посчитать. Мы считаем, что это же ненереальный элемент сам. А вот, значит, столько нам дает, это нам дает следующее. Мы хотим посчитать какую-то некоммунитативную алкогу, да? А на самом деле, если вас умножить на 3-соте, 3-соте, в какой-то размеренности, на самом деле, это все равно, что посчитать какую-то коммунитативную алкогу. Это штука, вот это, значит, а, ну, ну, нет, ну, тут это еще не видно, да? Ну, а на самом деле, тут еще можно... Тут еще как-то можно перечитывать, что-то не в унтерновой степени, а в симметрической степени. А вот, значит, ну, в смысле, что информация одинаковая. А вот, значит, ну, и классические теории инвалидов, значит, она в основном. А вот, ну, значит, да. И, да, и, да, и отец вам фактует. Отец вам фактует. Значит, какие-то наявки, то есть, ну, следующее, что я бы поменялся в последних 20 минут. Нет, это не симметрично, да. Да, если вы, ну, там, бреломный, что же. А информация одинаковая. Значит, вот я бы забыл, честно говоря, значит, я не подготовился к этому, я бы забыл. Значит, это какое-то очень классное свое мнение, значит, почему, если вы знаете инвариантные центры на всех симметрических степенях, почему это вам дает информацию о всех инвариантных центрах вы не обязательно смотрите? Вопрос такой, значит, какие инвариантные полиномы, от них могут написать. Вот, ну и первая фундаментальная теорема говорит, какие там образующие. Следующее, значит, вы можете выбрать скалярное произведение, естественно. Это, кстати, ответ, это первая фундаментальная теорема теории инвариантов просто для органальной группы. Если бы я сделал не за два ОСИ, то ничего кроме, значит, скалярного произведения, и какого-то нет скалярного произведения, у меня бы не получилось. Ну и поэтому, опять-таки, тоже быть четный штук там, чтобы как-то их спалить надо, да, и еще не бороться. А вот, значит, хорошо. Ну, значит, а каждый два, лишь два, будет еще следующее. Ну, вот знаете, что это такая? Значит, это след будет, ну, там одна-вторая, следа от произведения в смысле октавы. Да? Вот. Ну, а можно это сделать не в основном произведении, значит, можно играть в границу произведения. Но только, поскольку оно не так административно, оно в этих пунктах представляет. Вот. И что равно произведение. Ну, и по какой-то причине, я уж не знаю, по какой, потому что тут надо, значит, брать не саму по себе, а брать ее антисимметризацию. Надо брать ее антисимметризацию по и до позиции. Вот. Видимо, причина такая, чтобы мы хотим, чтобы это выражение было симметрично. А вот, значит, а почему-то катеринальные произведения уже не нужны. То есть, соответственно, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, если вы напишли уже какое-то катеринезное произведение, вроде посчитать след, то это выразится чуть-чуть или выше. Вот, да. Ну, и вот эта теорема, она как бы раньше была дохожена, где-то в середине двадцатого века, вот, и это используется. А вот. Хорошо. Вот. Ну, а значит, ну, с другой стороны, если эта теорема уже известна, то есть объяснение. наоборот, из этой теорема можно вывести, почему-то такие вот тысячи. Почему не достаточно. А вот, значит, вторая часть заключается еще в том, что, ну, хорошо, мы пропакторизовали по каким-то соотношениям непонятным. Вот. Ну, на самом деле, допустим, у меня есть два объекта, я хочу посчитать комнат одного-другой. Ну, как бы, понимать, то есть, задания возлющенные соотношения, вообще, говорят, это просто понимать. Вот, значит, второй пункт еще говорит, что, значит, второй пункт еще говорит, значит, как устроен базис. И вот, и вот обороты, я как раз уже одержусь механизмами, но тем не менее. Значит, как устроен базис вот такого, значит, пункта из-за транзивна N из-за транзивна N терминов этих текстов. Вот, сразу скажу ответ, значит, ответ будет такой, ответ будет такой, что, значит, базис, все картинки, значит, ну, понятно, что между ними какие-то линейные зависимости есть, но сейчас мы возьмем какое-то подмножество картинок, а именно, мы сейчас введем некий запрет. То есть, на наших картинках не должны появляться вот такие вот картинки. то, значит, картинки будут для них независимы, они будут подготовить базис. Понятно, да? Ну, сейчас, значит, будет какая-то причина первая. значит, ну, это следует из того соотношения параллелограмма, который я писал. Если позволить, я не буду прямо угодить, потому что, ну, это немножко муторно и ничему не наводится. вот, ну, главное ну, значить, что xy xy равняется xy минус xy y y вот, но если вы его вот перепишете в разных картинках, ну, еще там что-то поотражаете там относительно горизонтальной потому что везде где у нас встречается вместе у нас как бы сюда у нас выражается через остальные картинки раз он выражается ну и зачем он нам будет вторая картинка, которую мы запрещаем значит это мы запрещаем петелечку значит мы запрещаем петелечку вот дальше мы запрещаем нет ну нет нет то есть свобода настоящей петелечки запрещаем не значит, что она может встречаться как петелот вот давайте я запрещу вот почему я запрещу ну она просто равномерно она просто равномерно вот ну это не просто я не знаю сейчас помы или помы это какая-то большая картинка в этой большой картинке могут встречаться какие-то подкартинки причем как-то непривильно это хотя он не один настоящий как бы а вот в чем позицирован но я тебе не запрещаю вот просто чтобы никакого устала никакого высокого не хотят тебя к нему а второй я запрещаю такую штуку ну там да какое-то он и и и и и и но поскольку он нам может купить то значит третья это вещь вот так значит получается что она просто равна ну нет я все-таки немножко набрал даже не а вот а вот а вот а вот а вот а а вот вот а проверим значит это 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 не очень-то очевидно да ну что я по такому я нарисовал я нарисовал значит вот это вот вот отображение вот 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 ну понятно что мы тянем вот ну что-то 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 умеет считать а пастериор это почему это вытекает вот из таких соотношений ну давайте значит давайте вот вот это соотношение вот давайте я зарисую такую значит а что значит зарисую вот такую штуку ну на самом деле тут есть некоторые тут есть помимо всех их отражений тут есть такой поворот на 90 градусов вот и когда мы поворачиваем на 90 градусов берем и поворачиваем иногда то есть мы можем перерисовывать вот я сейчас делал то есть вот вот это равно ну вот значит ну вот эта штука значит вот эта штука это просто а вот эта штука это просто вот ну давайте дальше смотреть вот эта штука тоже просто и вот мы пошли но пришли вот значит вот эта штука штука это штука это штука штука это штука штука вот ну и получается значит да вот эта штука это просто не подним вот ну да потом я немножко сэкономил композицию у меня композицию у меня снизу вверх но на самом деле тут есть некоторая процедура поворота картинки на 90 градусов вот я ее не адресировал картинка картинка смирительно может и а штука относительно поводок на 90 градусов но можно просто свет интересно да значит минут два плюс один плюс семь да он высоко да ты антируй да ты немножко антируй да ты немножко антируй окей хорошо оттуда а вот значит ну давайте еще что-нибудь полискорр значит еще проходит да если не все запрещенные градусы значит теперь мы еще запрещаем треугольник ну у вас Александр говорил значит запретим еще треугольник квадрат и шестиугольник от шестиугольника разрешается и семеугольник разрешается значит смысл такой что на самом деле какое-то там даже объяснение было что типа что стеугольник ну там на самом деле я не понял я фокус на геометрию вот там объяснение такое что что-то можно нарисовать на а значит да объяснение такое что значит что Londra как можно заместить шестиугольниками с у occasion а пятиугольниками нельзя просты к 1941 что enteen то и но я не очень понимаю это объяснение это Мне надо цель сценарь восставать, но все знают, что waar, но так вот перевернуть можно сказать... Ну надо, ну, к вам покажут, кто-то не тот оригинальный, кто-то там где-то так, а ориентация, ориентация, да, я, конечно, не вспомню, я же говорю, там есть лица отношений, по какой-то стопологии. Вот, то есть ориентация камни меняется, да, значит, ориентация в действительности, как представили тело и здесь, так как слово. А все остальное нужно не подготовить как вам угодно. Понятно, вы не подходите за то, как вы говорите, какие, а эти две котенки не требуются за котенки. Не, ну... Ну так, консенсы предпринимают, а остальное можно не опоздать к держатам, а консенсы. Главное, что консенсы не имеют. Это то, как консенсы. Да то, как консенсы. Да то, как консенсы, то, как консенсы. Если мы с котиками пили начало и консенсы, откуда у вас тут, а все остальное можно сделать консенсы. Что это? Трехмены. Ну, можно, наверное, и больше, но это не будет ничего не дать. Это, соответственно, трехмены. Вот, значит, хорошо. Ладно, давайте, значит, продолжать, да, значит, еще будем ходить на эту ситуацию, а? Хорошо. Так. Продолжение следует... Вот, значит, ну давайте тоже берем как-то... А, треугольник, сначала. Значит, треугольник. Ну, надо нарисовать вот это соотношение, которое я сейчас пробовал. Продолжение следует... Так, значит, ну вот это вот... Так, что там дальше... Значит, ну вот мы можем раз путать... Да, вот эта штука, это просто... А, вот, значит... Да, здесь появляется... А, вот эта штука тоже... Да, минус 6 на... Так, почему-то... Ну, и эту штуку, значит, мы просто... Вот, ну и в итоге... Теугольник просто... Ну, и в итоге... Квадратик... Квадратик... Значит, ну это надо... К нашему соотношению... Просто... К нашему соотношению... Я не буду описывать... Значит, надо... К нашему соотношению... Дорисовать вот такую штучку... Ну, т.е. Ну, т.е. на сами просто... Вот... Снизу... Ну, и квадратик... На самом деле, тогда тоже... Ну, видится... Квадратик... Это минус 2 на вот такую штучку... Квадратик... Ну, и еще плюс 3 на... Вот такой штучку... Картинка в циклах не содержит. Мы в этой картинке что-то стираем. Плюс. Значит, 5 слагаемых с плюсом, 5 с минусом. Значит, на самом деле, да, это, наверное, мы стираем всевозможные, значит, первое, это мы стираем всевозможные ребра в пятиугольнике, значит, стираем всевозможные ребра в пятиугольнике, а второе стираем, значит, 7. Что? Пять, да. А у меня написано сколько? Четыре? Значит, я одну допустил. Слева сверху, да? Ну, давайте так еще. Так, да? А вот, значит, а второе мы стираем пага. Видимо, пага несмежных ребра, правда, что в пятиугольнике, пага несмежных ребра. Вот, ну, вот, значит, вычитаем, значит, пага несмежных ребра. Ну, ладно, я уж не буду, я с вами сказал. Значит, то есть тут с плюсом берем, значит, стираем одно ребро, а с минусом мы стираем, значит, пага несмежных ребра. А вот, ну, вот, оказывается, что если запретить эти картинки, на вас они все равно, да, 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 все. Вот, ну, оставьте эти картинки или не наставите. Черт, допустим, идите на наблюдение. А вот, ну, так как это, кстати, очень интересно, так как это просто пощадь из-за зрительности, а значит, что-то поздно видно, и, в общем, как тоже, они векают на то, что нам не надо быть какое-то более нюансное, что ли, доказательство, а какая-то осталась, я же, да. Ну, это будет, какая-то, да, 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 да. А вот, 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 вот из 2 в 2 и сравнить как бы с правильным ответом давайте попробуем сначала сообразим в принципе что это должно быть ну опять как бы из 2 в 2 это все равно 4 в 0 и в зависимости от этого там говорится значит это такая же последовательность в инциклопедии последовательности вот смотрите вы всемирное представление умножаете на себя а вот значит тут 7 тут 7 49 но вы должны придумать как это раскладывается значит ну это я как-то в основном считаю там читерским приемом знаю что примерно должно получиться значит ну во-первых должно получиться само в потому что как бы есть как мы видели есть положение ковариантное из-за сюда вот во-вторых должно получиться значит по лице потому что есть инвариантная форма значит сколько можно считали 7 1 а так вот 49 осталось еще 40 еще 41 да все понятно что-то много так значит что мы еще знаем а мы еще наверное знаем значит присоединенное представление значит почему оно должно возникнуть ну потому что это все равно что вы со звездочкой тензина в до эндомархизма в ну и понятно что ваша алгебра лежит в эндомархизмах в у вас отображение из же об эндомархизме в да она певариантная поэтому тут еще должно быть присоединенное представление отменности 14 так 22 еще осталось 27 ну какие-то внешние степени наверное значит ну давайте пофантазируем значит вторая внешняя степень наверное она неприводимая сейчас или нет нет она не может быть она неприводимая нет она неприводимая значит 7 на 6 пополам так ну как еще вариант ссссс с метрический квадрат можно взять в принципе но он не будет опять же он не будет неприводимым потому что из него цель и щипец если цель подсадку признает наверное оно будет неприводимым ну давайте на вскрытку попробуем значит это 7 на 8 пополам 28 а вот как раз за 28 минус 1 27 ну и значит плюс ну вот с квадрат 20 нулик значит это да Ну, я не знаю, какая у вас на моем целицовка. В общем, два соответствующие, углойные соответствующие вот этому. Ну вот, разложили. Значит, теперь мы знаем ответ. А тут кратностей нет никаких, поэтому матриц никаких не возникает. Поэтому размерность эндомархизма 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Ну, 1 в квадрате, 1 в квадрате, 1 в квадрате, 1 в квадрате, 4. Значит, должно быть 4 кратности. Ну, давайте попробуем. Так, ну, я могу, конечно, вот просто с ответственной картинкой нарисовать. Могу крестик нарисовать. А, крестик запретили, да, он в... Да, он будет или нет, зависит, не запретили. Так, хорошо, а кому не запретили? Две душки, да, две душки можно. А, значит, такой или такой, а у нас не было, что он выгажается. Это если их напало на практику позиционировать, то выгачали. Ну да, так-то, это можно. Ну и осталось еще, еще, ну, как-нибудь. А, ну, и пара. А, и вот такой. Ну вот, придумали. Ну, упражнение нарисуйте и демпатенты на эти подпространства. Это не иная комбинация такая картина. Ну, вот это вот сам по себе и демпатенты, наверное, он выщепляет просто... А, ну, нет, ну, это вообще неинтересно, это просто традиционное отображение. А вот, да, значит, а вот, скажем, вот это, скажем, вот это, скажем, это будет почти демпатент, да, если его поделить, вот, смотрите. Если его подиценивают самим собой, это будет 7 на... Так, если я его поделю на сне, это будет и демпатент. О, значит, что-то он даст мне. Ну, конечно, это должно быть такое, что партнерное. Да, это должно быть что-то такое же, как в ортогональном, а в ортогональном это, наверное, давало... Что-то вот в таком стиле. Не, ну, патологики, да, скорее всего, что-то такое. А вот это тоже и демпатент, да? Значит, как мы видели, если я вот так нарисую, то это минус 6 на вот такое. Это тоже и демпатент. А вот что он даст дает, это уже интереснее. Ну, я ставлю на... Я ставлю на самом деле на... Хотя не знаю. Мне кажется, он должен дать А, но гарантии не дам. А. А, последний, а последний не знаю. Что? Стеугольники у нас решили, да. Значит, он... Да, вот, но, 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 вот, если такую комбинацию сделать, то уже стали... А, давайте попробуем. Сколько у меня времени осталось? Есть, да, это... Ну, давайте попробуем. Не получится, так не получится, ничего не рискуем. Да, значит, давайте попробуем. Значит, в серединке получается как раз... А, получается вот ровно то, что мы запретили. Да, то, что мы запретили, оно практически выражало. Я могу велосипед не изобретать, потому что вот ровно те, которые вот здесь вот нарисованы, в этом выражении, это и есть наши четыре картинки. А, вот, то есть, с квадрата вот этого элемента, правильно, вот такой комбинации. Ну, сейчас, если вы это патент придумаете, вот, конечно, так сказать, давайте, ну, это упражнение, да, прямо на доске все оно обчитано. Ну, вот, да, вот так вот, но, по крайней мере, сошлось, то есть, что я не набрали, да, тут четыре и тут четыре. Ну, вот, да, пока вот интересуется только, да. Вот, ну, а на последние лекции, ну, я скажу про квантовые случаи, ну, когда у нас будет квантовая сель-база, нас будет отрицать, как-то здесь, что принято. Вот, но, в общем, но, в общем, какие-то опции, словом, мы тоже поговорим, вот, что там происходит, на что там заменены, собственно, тематические аудитории, вот, да, вот такого нет, значит, ну, можно тебя назначить просто, что что-то не додумали, да, значит, если какие-то другие соотношения нарисовать, то, может, там, какой-то комплексный число, то, в принципе, как бы, ну, Ш2, ну, видно, Ш2 может быть, на самом деле, и всякие, и даже несколькими способами, но еще в этой серии конечно. Значит, можно, то есть, можно, то есть, кардио как-то, а Мусор, значит, ну, то есть, одна серия очень быстро, на самом деле, открывается, вот, она здесь, вот, ее здесь видно как раз, вот, а два содержится в Ш2. или не видно нет ее не видно да вот эта штука sl3 но это не совсем то потому что тут как бы это представление самодвое да так тоже не получится не знаю а вот значит здесь как бы уже мы добавили какие-то соотношения специфические можно заменить на 3 получится что-то не особо интересное получится то получится вот категория представление еще вопросы да значит для типа вот буквально так нет ну вот эндоноцизм не посчитан и есть такие агентства 4 но там не доделана 4 я не помню я знаю там а вот как там больше а вот там есть но не выписаны все соответственно есть тюгенция не написано это дает 4 который открыт почему не сделали такой вывод я не знаю возможно там нужна еще какая-то работа чтобы перевести это на человеческий язык возможно нужна еще работа можно как ингредианты выглядят но чтобы этот набор образующих сколько-то обозрел возможно там еще вопросы департамент н тоже не 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 Продолжение следует...